Привет, ребята! В этом видео мы поговорим о монетах, наделавших много шуму в свое время. Это 1,5 копеек 2017 года. Мне пришлось провести собственное расследование, и я готов поделиться с вами своим мнением. Первое. Вы не сможете эти монеты найти в обороте, потому что официально Центробанк не выпускал их в обращение. Ну, первичный осмотр, шлифовки, производственные дефектов мне дают понять, что чеканка была произведена на московском монетном дворе, и никакое это не фуфло. Значит, первая информация чеканки первой партии монет появилась летом 2017-го. Поскольку тираж является государственной тайной, мы не знаем, но по предупредительным данным было очеканено от 100 до 200 тысяч монет. На сегодня, по последней информации, основная партия монет была уже уничтожена, но все-таки определенная часть попала к коллекционерам. И уже первые проходы на аукционах есть этих монет. Центробанк и монетный двор, конечно, работают согласованно. Если ЦБ не заказывал тираж мелких номиналов, это не значит, что московский монетный двор не имеет права изготавливать штемпельные пары. В любом случае, монетный двор изготавливает штемпеля каждый год, а также их испытывает. У меня есть две основные версии, для чего их начеканили. Первая. Итак, московский монетный двор вырезал штемпельные пары, после их изготовки их нужно опробировать. Но тогда возникает вопрос, зачем так много чеканить? Если в одном банковском мешке 4000 монет номиналом 1 копейки, тогда при максимальном тираже 200 тысяч получается 50 мешков. Это многовато. Вторая версия, более реальная. Значит, монетный двор решил для коллекционеров изготовить наборы. Но вот какая штука, уже не первый год подряд номиналы 10 и 50 копеек больше не чеканятся. А чтобы изготовить набор монет, желательно всю линейку номиналов представить. 1 и 5 копеек очеканили, а для полной линейки не хватает 10 и 50. Времени мало. И как-то несерьезно получилось бы, если бы набор был с 1 и 5 копейками, но не было 10 и 50 копеек. Вот когда есть весь набор, это выглядит как-то органично даже. Разумеется, набор 2017 выпустили, но без мелких номиналов. 2017 пришелся на столетие Октябрьской революции. Именно этот набор был приурочен к столетию создания службы госбезопасности. Я полагаю, для вот таких наборов и предназначалась вся изготовленная партия. Тираж здесь 1000 штук. А вот еще один набор. Но тут уже тираж 2000 экземпляров. Вот так и появились наши с вами монеты-призрики. Если нумизматы сомневаются покупать, то пусть поторопятся. Если вы думаете не покупать, я вам скажу покупать. У этих монет есть полный потенциал. Еще, кстати, если вы решитесь потом их застабировать, вам откажут. По крайней мере пока. И кстати, среди нумизматов бытует мнение, что эти монеты подпадают под статью. Статья 186. Изготовление или сбыт поддельных монет или ценных бумаг. Тут все обвинения по сути будут косвенными, поэтому я не думаю, что нам с вами что-то грозит. Эти монеты пока в каталоге не включили, но справедливо будет им присвоить R. То бишь редкая. Для того, чтобы спрогнозировать рост цены, нам нужно знать, сколько их осталось на руках у коллекционеров. Не буду лукавить, я не знаю. Но подозреваю, что это как минимум несколько тысяч каждого номинала. Вот давайте посмотрим на эту таблицу. Это международная шкала редких монет. Ну, для начала мы присваиваем этим монетам R1 степень редкости. Что будет означать? Около 1250 экземпляров по всему миру. Вот цены на монеты со степенью R1. Почти 34 тысячи рублей. Тоже наша монета. R1 степень 536 долларов. Полушка. Дальше на Болмаре вот такая копейка стоит 12300. Такой вот кольцовик 17 тысяч рублей. Учитывая, что монеты не всегда хорошо хранятся, они портятся, теряются, тогда такая монета уже будет стоить намного дороже. Рост цены, конечно, имеет свои пределы. И я полагаю, что к концу 2018 года стоимость такой пары вырастет до 25 тысяч рублей. Если не выше. Эти монеты, конечно, есть уже у меня в коллекции. Чего и вам желаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok